А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 19 августа. Преображение Господне. Назвен в честь удивительного события, происшедшего в этот день. Христос с тремя апостолами, Петром, Иаковом и Иоанном, взошли на высокую гору Фавор. Там Христос помолился и преобразился. Лицо Его просияло, как солнце, а одежда сделалась белую, как снег. С неба сошли святые пророки Моисей и Илья и беседовали с Иисусом о страданиях и смерти, которые Христос должен был претерпеть. Всех осенилось светлое облако, и Бог Отец повелел слушать Христа. Сегодня начинался второй спас, который назвали яблочным. К этому времени яблоки поспели, и идет их массовый сбор. До этого времени не рекомендовалось есть яблоки и виноград. Сегодня полагалось взять яблоки и мед, пойти в церковь и там осветить, после чего их можно было есть. В день яблочного спаса устраивались ярмарки, на которых продавали целые телеги, груженные яблоками. Яблоки раздавали нищим. Это считалось хорошим поступком. Христиане говорили, что сегодня можно встречать осень. Мол, пришел спас, держи рукавички про запас. Также провожали закат песнями, как бы прощались с летними днями. После этого дня начинался посев озимых. Приметы. Каков яблочный спас, таков и покров с январем. Сухой спас предвещает сухую осень, мокрый сырую, а ясный суровую зиму. Если не есть яблок до яблочного спаса, а потом праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно непременно сбудется. Я перевожу на себя, что люди, которые стремятся, интересуются всякими экстрасенсорными вопросами, имеют смысл, им имеет смысл начинать с себя? Конечно, все начинается с себя, для того, чтобы все это приобрести. И в первую очередь, это работа над собой по своему собственному. Пускай водистая греется, как она закипит, мы услышим. Да, хорошо. А вот морковь? Морковочку. Давайте морковочку порежем. Или ты порежешь морковочку, я немножечко. Можно потереть. Давай тогда лучше натрем. Давайте. Ты будешь натирать. Это у вас хорошо получается. Хорошо. Давай. Значит, натираем на терочке. А мне сразу, знаете, что интересно? Да. Какие продукты лучше воспринимают молитву? Оказывается, лучше всего воспринимают информацию, молитву те продукты, в которых много воды. А именно, картофель. А именно, значит, морковка, свекла. Те продукты, которые, к сожалению, уже вареные, они уже не так все это воспринимают, потому что они искажаются от своей собственной структуры. И особенно хорошо воспринимают различную информацию это зерно. Если мы будем с благостью его проращивать, с хорошими такими мыслями, посылами, оно будет расти хорошее и нормально. Если же мы с вами, наоборот, мысли будут дурацкие, слова плохие, то оно заплесневеет и оно не будет прорастать. Ну, просто оно погибнет. Как мы заговорили, затронули тему плохих слов, я хочу вспомнить замечательный совет, цитата одной моей подруги, которая учится в Свято-Тихоновском университете на факультете богословия. Она говорит, мат разрушает град. Красиво? Да. Мат разрушает град. И вы знаете, я тогда дополню, мат разрушает град, а именно град своего собственного тела в первую очередь. Далее, если человек мотится, он просто-напросто неприятен окружающим и действительно разрушается семья. Вы знаете, жить в семье, где постоянно кто-то матюкается, ну, просто-напросто невозможно. И такие же отношения, если идут в городе, кто-то просто-напросто, ну, плохо относится, вот такие вот постоянно слова кидает, то люди становятся в городе злые, чуждые друг к другу и никакой общественности нету. И, естественно, такой город долго не устоит. Так, натираем свеколку. Закипает уже наша вода. Вопрос по соли у меня, конечно, потому что это же тоже кристалл. По соли. Соль мы будем класть в конце, когда приготовим блюдо, по вкусу. В конце по вкусу, да? Да, в конце по вкусу. Так, трем с хорошими мыслями. Я подумала, у вас же всегда есть корни, сельдерей и... Можно и сельдерея. Да, это, имбирь, может быть, тоже можно кусочек положить. Можно, как раз у нас сельдерейчик есть там. Пойду в холодильник. Да, давай в холодильничек. И вы знаете, я еще пока скажу, а какие действительно молитвы? Вот сейчас современный человек, он особо не знает никаких молитв. Простая молитва, Господи, дай мне пищу. Чтоб она пошла мне, мне на здоровье. Господи, дай мне пищу, которая пойдет мне на здоровье. Я это тоже натру. Вот. И этого уже достаточно. Если же помолиться Богородице, молитва Богородице такое. Богородице, Дева, радуйся благодатно. И Господь с тобой благословен, это если жжен, благословен плод чреват его, яка Спаса родила. Если душ наша, все, уже Благородица наложила свои ручки, дала свою информацию, чтобы это блюдо было нам полезно. Было нам полезно. И даже в этом блюде у нас будет сельдерей, и вы его натрете, да? Да, и сельдерей. Кстати, сельдерей он будет давать, интересно, он будет давать особую такую силу и как мужчинам, так и женщинам, так и детям. Поэтому сельдерей в небольшом количестве, но обязательно включайте в свою пищу. Лучше всего, конечно, корневой. О, тут он уже у нас слишком высох, поэтому высохшее мы срежем. А я, знаете, признаюсь, что думаю, раз корешок, корнеплод, просто в бульон для аромата, без терки, тоже же можно? Можно. И действительно, мы тогда его просто-напросто не будем тереть на терочке. А потом я его вытаскиваю, я могу так лук класть, например. Мы его кубиками порежем, у нас будет, ой, какой душистый сельдерей, вот свеженький сейчас отрезали, вот так вот. И его вообще-то надо жевать, пускай. Сельдерей полезен для того, чтобы у нас еще зубки укреплялись. Он пойдет по желудочно-кишечному тракту, будут возбуждать вот эти все пищеварительные там железы, соки выделять и так далее. Все, Танюша. Давайте пожуем, пока у нас варится картошечка, значит, смотри, что там произошло по... Ароматный сельдерей. Новости, новости какие. Вода закипела, уменьшили огонь, картошечка варится буквально 2-3 минуты, так как мы ее мелко нарезали, можно уже, наверное, будет добавлять и морковь, и свеклу. Хорошо, как только морковочка у нас будет готова, действительно, добавляем еще морковь, свеклу, зелень, немножечко все это поварилось, и все, блюдо у нас готово, мы это оставляем. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok